Другие ипостаси Это история доктора Джессепа в исполнении Уильяма Хёрта, одержима пытающегося найти с помощью камер сенсорной депривации и используя варево из индейских галлюциногенных грибов, некие ответы на вопросы, которые человечество не прекращает задавать себе до сих пор. Опираясь на положительные и не очень примеры из истории кинематографа, можно смело утверждать, что показать на экране видений на грани шизофрении довольно-таки трудно. Но за работу взялся Кен Рассел, которого многие, кто с ним работал, считают самым, что ни на есть, гением. В конечном итоге, визуально, у Кена Рассела было такое видение материала, что, посмотрев черновой материал, автор романа поспешил откреститься и забыть о сотрудничестве с этим необычным режиссером. А чтобы окончательно стереть намек на свою причастность к работе, потребовал указать вместо своего имени псевдоним. Перед нами картина, которая, по мнению самого автора книги, по сути является историей любви. Конечно, события ленты достаточно жуткие для восприятия Love Story, но если анализировать глубже, то автор, несомненно, прав. Помимо взаимоотношений главных героев, в картине присутствует линия своего рода поиска истины. Герой мыслит куда шире, чем его коллеги, и поэтому получил шанс заглянуть за пределы бытия. Теория Дарвина ведет ожесточенную схватку с религиозным вариантом происхождения человека. Сам герой практически разочаровывается в божественном начале всего живого, и поэтому пытается копнуть глубже. Но истина оказалась куда ужаснее всех предположений. Камера сенсорной депривации и грибной раствор лишь слегка усилили восприятие самокопаний в собственном мозгу героя. В итоге, герой картины, доктор, практически теряет себя, как внутренне, так и внешне. Не в силах остановить начатый им процесс самопознания. И вот тут-то вступает на сцену волшебная сила любви, которая и расставляет правильные акценты в исканиях доктора. Истина бытия, несомненно, красивее, ближе и дороже, чем все знания, полученные в процессе эволюции. Доктор исследовал и нашел ответ, который был на другой грани космического ужаса. Ужаса, который чуть не рассек его бытие на жизнь до и после. Студия Warner Brothers, призвав для реализации такого замысла Кена Рассела, решила, что и визуально обрамить такое сложное повествование нужно качественными спецэффектами. После множества рокировок и проб, спецэффекты доверили мастеру грима Дику Смиту, который за свою долгую карьеру в Голливуде создал невероятное количество удивительных и страшных образов в кино. Помимо грима, в ленте использован невероятно широкий набор лазерных и оптических эффектов, макро- и микросъемка. Хочу отметить, просто невероятный, ураганный монтаж. Визуальные образы порой настолько часто сменяют друг друга, что напоминают стробоскоп. Все это сопровождается невероятными звуковыми эффектами и просто адским музыкальным сопровождением. Кинолента номинировалась на премию Оскара за саундтрек и звук. Warner Brothers, кстати, выбрали именно эту ленту для демонстрации своей новой звуковой системы Megasound для использования в кинотеатрах США. Также в киноленте была опробована примитивная на тот момент компьютерная графика в сценах трансформации главных героев. Дух захватывает от такого количества передовых видео и аудиофишек для фильма того времени. А между прочим, мало кто знает, что все это безумие Кен Рассел снимал практически всегда пьяным. Ведь именно находясь под шофе, Кен Рассел предложил использовать в грибные галлюцинации главного героя кадры из фильма «Ад Данте» 1935 года. Также из интересных фактов можно отметить, что кинокартина стала актерским дебютом для исполнителя роли доктора Уильяма Хёрта. Также свою первую и едва заметную роль сыграла Дрю Берримор, которая играет маленькую дочь главного героя. Когда фильм был завершен, продюсеры были категорически против, что Warner Bros. решила пропихнуть фильм в сезон рождественских премьер, а не ждать до весны, когда будет меньшая конкуренция. Возможно, это и повлияло на кассовый провал картины. То, что лента провалилась в прокате, а также большие творческие противоречия Кена Рассела с автором романа «Пэдди Чиевски», привело к тому, что Голливуд так и остался для Кена непоколенным. Но если отодвинуть в сторону все подковерные интриги и скромные сборы ленты, то перед нами достойная работа, в которой есть и научная фантастика, и ужасы, и пища для ума после просмотра. Под забытый и покрытый пылью времени кинематографический бриллиант от режиссера Кена Рассела. Фильм достоин к просмотру. Хотя бы один раз. Ведь, говорят, его снял гений. Спасибо всем за просмотр. Оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Удачи!